Институт Пускали их на Челябинском тракторном, вернее, Челябинском, Кировском заводе. ЧТЗ. Значит, необходимо создание института появилось. Неспроста надо было обобщить все материалы, опыт и наш, и зарубежный. И правительство поставило задачу, чтобы достигнутый уровень превосходства бронетанковой техники сохранялся постоянно. Для этого должны быть научно-исследовательские работы, поиск новых технических решений по узлам, по машине в целом и все получилось. Значит, жили мы на Кировском заводе. Вот тут есть корпус. А вот корпус нас поселили сюда, поскольку формировалось в филиале этого завода номер 100, который возглавлял Котин. Институт создан под протекцию Котина. Жозеф Яковлевич. Жозеф Яковлевич, он был главным, и он оставался главным конструктором Кировского завода. В 1951 году он отделился, создали на Кировском заводе ОКБТ. И главным конструктором Кировского завода. Взял часть людей с института. Сначала в институт, потом в институт. И отделился институт. Стал самостоятельной организацией. И Петр Климентич Ворошилов стал директором института. Это было в 1951 году. Два года спустя, после образования. Это еще он не перешел, то есть не переехал в Горелово, насколько я знаю. Нет, не переехал. Переехал в Горелово, переехал институт в 1962 году. Аж в 1962 году. Немножко раньше было тут полигон. Он находился ведь на этом, на территории Кировского завода, насколько я знаю, этот институт. Да, на Кировской, я говорю, вот корпус Кировского завода. И филиалы, ведь филиалы, это и сотрудников Кировского завода вернулся вот после войны сюда. И мы располагались на Кировском заводе. Значит, там было небольшое стендовое оборудование. А потом, буквально в 50-х, начало 50-х годов, начали строить, построили корпус шумных лабораторий на территории. И полигон. Полигон существовал, пока его с удовольствием не здесь. Да, я в курсе, как говорится, жалко, как говорится. Жалко, потому что не использовался уже. А, ну, период перестройки, да, это какой? Период перестройки. Перестроился, а оплатить надо за аренду все земли. Раньше на все деньги хватало, как говорится. И это как загруженность института, насколько я знаю, раньше была выше. Значит, первая работа института – это танк Т-10. Знаю такое. Совместно с Кировским заводом и Челябинским, Кировским. Это ПТ-76. Лев Сергеевич Троянов. Петущий конструктор. А мне говорилось о Шашмуре то, что он тоже принимал большое участие. Шашмурин больше принимал участие, там был параллельно с этим БТР. А, БТР-50П. 50П. Вот там Шашмурин был. Правда, в конце, когда на испытаниях этот Троянов немножко провинился, Котин его снял и Шашмурин от него некоторое время. Ну, всю работу по танку ПТ-76, ну, пожалуй, самому продолжителю, долгожителю танка вообще. А, ну, да, сейчас вроде бы собирают, то есть есть планы модернизировать. Да, тоже планы модернизировать. Значит, Волгоград. Сталинград организовали производство на Сталинград. И БТР, и БТ-76. И там плевые применили для вот такой бронированной машины. Водоходный двигатель, водометы. Водометы. Водометы по гусевтиму разу в два скорости. Десять с половиной километров в час у него. Да, да, да. При поматывании гусениц такой скорости не получится. Да, только с водометами. Только с водометами. Я воспоминания Шашмурина читал, как говорится, он там много писал об этом. Вот. Значит, еще была работа, конкурсная работа по созданию тяжелого танка. После того, как Т-10 уже было. А, это какой объект? 279-й? Да. Институт как раз выполнил работу по 279-й. Его, как еще назвали, троянский конь в народе у вас? Ну, это четверогусеничный танк сверхвысокой проходимости. Сверхвысокой проходимости. Характеристики его по весовым параметрам, примерно одинаковые с танками, там, Кировского завода, Челябинского завода. Он сколько, 55 тонн вроде бы весил? Ну, да. До 60-ти не доходили. Вот. А по проходимости он, конечно, превосходил даже ПТ-76. Ну, 4 гусеницы. 4 гусеницы. Удельное давление 0,05. Это меньше, чем у человека. Да. И у него, главное, что клиренса нету. У него гусеницы, 4 в ряд стояли гусеницы. Я в Кубинке видел его. Да, в Кубинке один образец и остался. Больше такого образца нету. Так же, как и Мышонок, наверное, там находится. А их же два были сделаны образца вот этих 279-х? Это Павлова об этом писали, кстати. Сейчас один, да. Один. Сейчас один на Кубинке. Один, это какой? Один вроде бы не достроили, насколько я знаю. Ну, испытания принимал этот один. Ну, то есть, это какого? Значит, ну, производство его, естественно, не долажено. И, по сути дела, опытные образцы, которые проходили испытания. Там, по снегной целине, глубиной более, высотой более метра. Болото. А я видел на кадрах, на видеокадрах, это какое испытание. Он... Жутко. Жутко. Он по корпусу погрузился, да, и шёл. И вытаскивал ещё 55-ку. Ну, тогда вроде бы, насколько я знаю, очень много хрущёв зарезал машину. Вот этот. Да, я верю. А тогда тяжелые танки хрущевле резал. Когда на полигоне показывали ему ракетную технику, и как ракетой поражается танк, он сказал, зачем тут столько металла возить, когда лучше ракет. И артиллерию зарезал. И с тех пор тяжелые танки перестали вообще не только издавать, но и разрабатывать. И перешли на основной танк. Соединив защиту тяжелого танка, подвижность среднего танка. Одновременно шли работы по модернизации Т-62. И в Харькове создавался танк Т-64, который стал Т-34. Т-64. 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 Значит, институт принимал участие очень большое в этом танке. И по ходовой части, и по системам моторных установок, и по вооружению, и по механизму заряжания, там проблем было много. Но больше всего проблем было с двигателем. А, это крядный? Оппозитный двигатель. Пять ТДФ. Пять ТДФ. И по ходовой части. На одном испытании завалили их, заснялась, а каточки узкие. 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 Проваривался. Тоже было проблем. Ну, отработали. Тем не менее, поставили на производство. Потом пошел танк. Первый был 115-мм пушка, потом 125-мм. Кладкоствольную пушку поставили. И модернизировали все. И, кстати, он служил основой для создания танков Т-72, поскольку двигатель спасали. Моторный установок поставил V-образный двигатель типа V-2. И танк Т-80 с газотурбинным двигателем. В этих работах тоже институт принимал участие. По моторным установкам, в первую очередь, по системам моторных установок. Ну, там вот газовую турбину, говорят, очень долго дорабатывали. У газовой турбины проблема с очисткой воздуха. Воздух употребляют на порядок больше, чем поршневую двигатель. И очищать его надо. Не любят это. И применили одноступенчатый воздухоочиститель с высокой ступенью очистки. Александр Сергеевич Ефремов мне рассказывал много по... По танк Т-80. Да, это как по очистке. Он как раз занимался этим. По очистке. Вот была проблема, которая решалась. Там испекалась на турбине. И стряхивали ее бедно. А вибро... Да, виброочистка. Да. Страхивали ее бедно и все. Вот такие дела. Значит, ну и... Деятельность института неразвенно связана с историей развития танка строения. Мы участвовали практически во всем. Не только танках, но и боевых машинах пехоты, боевых машин десанта, бронетранспортеров. Все бронировали. Военные гусеничные и колесные машины, считая... Так тут ведь директором в свое время Исаков был. Он ведь главным конструктором БМП-1 был как раз. Да, он был главным конструктором Челябинского тракторного завода. И там создана БМП-1. БМП-1. А потом уже передали в бурган работы по БМП-2, по БМП-3. Мы тоже принимали участие и в рекомендациях и отработки 30-миллиметровой пушки на БМП-2. И комплексы вот на БМП-3, там 30-миллиметровая пушка и сотка. И сотка. В этом плане там... Вот так. И последние работы это вот базовые платформы. Армата, фурганец, гумеранг. Вот это базовые платформы. На основе базовых платформ по категории платформа созданы там. С вынесенным вооружением? Ну, не так. Не вынесено вооружение. Там больше не вооружение вынесли, а вынесли башни людей. Я вообще считаю то, что это тупиковый вариант. Ну, прорабатывали такие вопросы вот в этом деле. Так что тут и по БМП, и там в Тагиле еще поддержки танков, машина поддержки танков. А увидел я на этом, как у меня там в Тагиле был на выставке, БМП-то я видел, да? БМП поддержки танков. Все работы по шасси в основном за нами. По шасси. Это и по двигателю, по моторным установкам. И даже институт создавали. Название института первое было. Это танковый и дизельный институт в НИИ-100. Танковый и дизельный институт. Тут никакого применала нету по двигателю. Потом был филиалом у нас НИИ-двигатель. Потом НИИ-двигатель был филиал по двигателю в Москве. Потом стал НИИ-двигатель. Есть такая архитизация. А вот НИИ-стали имел какой-то... И НИИ-стали был у нас филиалом, а потом стал НИИ-стали. Ну, НИИ-стали в основном защитой занимался. А не двигателем, двигателем. Вы же тоже защитой, тоже занимались? Мы тоже занимались, да. Мы проводили пять работ по защите. Особенно такие работы, как расстреливали танки с пробитием и без пробитием. И рекомендации очень ценные появились по внутреннему оборудованию, по креплению приборов и оборудованию внутри танков, по этих противоосколочных кранов и такие вот решения. Значит, проводили комплексные работы по повышению могущества вооружения. Проводили работы по защите от мин. Мин тоже очень коварная такая штука. Это ведь вот на танке Т-62 и Т-55 вот как раз дополнительная защита днища. Это какова... Ваша разработка, да? Потому что мины действуют не только на корпус как таковой, на ходовую часть. Тоже связано с корпусом, с деформацией днища, с размещением. Ну, укрепить сиденье надо выносить из днища там. Я видел распорную трубу ставили, подвешивали сиденье механико-водителя. Чтобы нагрузки от взрыва не воздействовали на механико-водителя. Ну, и с 1963 года началось новое направление работ. Это космическое транспортное машиностроение. Это луноход. Да, луноход это я. Можно ли построить транспортное средство, которое вы хотели и управлялось с земли на воду. Значит, вот я специалист по космическому делу. Пройдемте в этот зал, он вам рассказывает, как процветала работа. Так, прилетели в космос. И... Давай. Каспу. У нас там далеко залетели. Да. Ну, транспортная работа по космической тематике, они с 1963 года начались. Эта работа была связана с лунной программой, которая была в СССР. Ввел тогда ее КБ-1, это королевская фирма, которая сейчас называется «Энергия». И был задуман проект лунохода первого. Эти работы начинались с Королевым. И эта работа сначала была в Москве. Она была новинка, которые пришли к выводу, что на Луне не целесообразно колесный движитель, а нужен гусеничный. Простите одну минутку, это Сергей Валентинович Федосеев, начальник НТЦ-23, занимающегося как раз космическими разработками. Значит, и поэтому отдали, стали искать институт, который занимается гусеницами. В результате нашли в ней трансмаш. Конечно, энергии Сергея Валентиновича хватило на то, чтобы подсоединить к космосу явно не космическую фирму. И у нас было организовано подразделение, которое занималось шасси луноходом. Вообще, сначала луноходом в целом. Вот когда создавали, прорабатывалось несколько вариантов. И вот, как видите, тут в том числе варианта с шасси. Шасси с гусеницами. Стали рассматривать больше уже вот такой вариант гусеничного шасси. Но специалисты наши пришли к выводу, что гусеница на Луне это очень плохо. По целому ряду причин, по условиям эксплуатации и по надежности. Значит, ну колесо, что бы с ним ни случилось, на остальных колесах машина поедет. Если бы университет слетело, все, она никуда не поедет. Это да. Ну и второе, это работа, так как там много шарниров, работа в вакууме. Она приводила к очень быстрому износу этих шарниров. И поэтому танковый институт сделал колесную машину. В результате машина получилась колесная. Ну, все вот эти фотографии знают. Шасси состоял из четырех вот таких блоков колес. К сожалению, сейчас у нас блок колес здесь был. Но он сейчас на выставке «Открытый космос», который в музее связи здесь сейчас проходит. Создали, ну, проехали. Все. Судьба лунохода всем известна. Было два, ну, было на самом деле три пуска. Да, первый был неудачный. Развалась ракета на старте. А два удачных сели, по Луне поездили. Ну, просто эту программу немножко, не немножко, а просто свернули. Потому что уже второй луноход довольно мало принес нового по отношению к тому, что был на первом. Да, то есть понятно, что нужно было, если продолжать работу, то продолжать по, ну, другим направлениям, с другим оборудованием, бурить, ну, заниматься более детальным исследованием. И вот если вы видели там тележку, да, тележка вот эта сочлененная, эта тележка разрабатывалась под пилотируемый полет, под лунные базы. Эта тележка для того, чтобы возить космонавтов. Вот она была рассчитана на трех человек. Ну, лунные базы, была такая программа, если вы о ней слышали, они сейчас пишут. Вел ее Бармин, дай бог памяти. Но я тогда был еще в институте, поэтому только послал. Но задача была обеспечить сменный состав базы, там, от двух недель до месяца, и чтобы он работал на постоянной основе, и туда закинуть достаточно мощное научное оборудование, чтобы продолжать следовать Луну. Но программу тоже закрыли. Закрыли ракету ИН-1, и автоматом сразу в эту программу. Но все равно продолжалось исследование. Да, и вот что еще хочу сказать. Вот здесь представлены всякие мелочи, которые приходилось разрабатывать. На самом деле, использование шасси на Луне породило очень большой спектр задач, которые необходимо было решить. Это, в первую очередь, это касалось пар трения. Потому что, в отличие от предыдущих аппаратов, где все механизмы, смотрите, были в основном кинематические, то есть они не имели большой нагрузки, то здесь, учитывая, что машина должна ехать, да, и в горку, и под горку, нагрузки на редуктора были, на редуктора, ну, на все детали были приличные. А условия эксплуатации очень жесткие. И у нас была создана целая лаборатория, такая очень была большая, мощная, и вообще в результате по стране известная, по термовакуумным испытаниям и трибологии, то есть по исследованию портрения, по созданию этих новых портрения, по исследованию их поведения в составе механизмов, которые разрабатывали трансмарш. Вот здесь представлены их образцы, все, что они нагородили, специальные покрытия для того, чтобы там тепло отражать, отражать вот в луноходе, отражали внутрь, чтобы редуктор был по возможности тепленький. Ну, так как там смазка-то была, а температура на Луне, они очень низкие, там, минус 130, дай бог поймите, да, то простая смазка не бывает, и смазка непростая, и грелась вот таким способом, ну, во время работы, да, чтобы было наименьшее сопротивление. Ну, понятно, что задачи-то были эти решены, вот, и после этого у нас была лунная программа, ну, это двигатели, редуктора, это блок управления, это то, что делает трансмаршер для лунохода. Это блок автоматики шасси, то есть от самого шасси, да, это двигатели на этих шасси, это, ну, это уже из другого, это уже ФОБОС, мы, а, ФОБОС мы тоже увезли, а я, ну, ладно, я там подальше на картинках покажу. Значит, это то, что унитрансмарш делал, сам поставлял, ставил на борт, и то, что улетало с оборудованием. При исследовании, ну, Луны, ну, это и так было понятно, что очень важно было понимать все физико-механические свойства грунтов. Это нужно было и для создания машин, как таковых, да, ну, потому что разные машины, как разный борт, они могут отличаться очень существенно. Во-первых. И во-вторых, как научный результат, потому что ученых интересовало, что там, что там есть, и как они себя ведут. И после вот удачных работ унитрансмарш, у нас был, за нами по стране было закреплено, значит, решение задач по исследованию физико-механических свойств грунтов планеты. И по это стали разрабатывать определенные устройства, вот здесь они показаны на фотографии, там я тоже на фотографии покажу, потому что он тоже на выставке. Это подвижные пенетрометры, это пенетрометры, ну, Венеры мы посмотрим, которые, значит, взаимодействуя с грунтом, определяли его свойства физико-механические, проводимость. Ну, это, конечно, не мировые константы, но, в общем, большой интерес у науки они вызывают. По этим приборам мы контактировали много и с геохи, институтом, и с институтом космических исследований, поэтому там вот, крутились в этом мире. Ну, вот сюда можем посмотреть вот этот прибор, ничего, если все исследования физико-механических грунтов, почему за нами не закрепили, вот этого прибора. Он стоял на луноходе. Это прибор, который определял несущую способность грунта перед луноходом. То есть, если у операторов возникало сомнение, да, чтобы не заезжать в какую-то самую, да, они включали, вот, останавливался луноход, включали прибор, вот, штамп заглублялся. А, ну, можно включить, да, его. А, ты думаешь, я помню, как его включают, да? Это заглубится, да? Да, правда громко. Это бург своеобразный, да? Ну, а не бург, это штамп. Это скорее штамп. Он заглублялся и проворачивался. Измерялось усилие на этот проворот. И по нему, ну, для вождения лунохода определяли несущую способность грунта. То есть, можно туда ехать или нельзя. После луния, в общем-то, ну, был же спор, да, знаете, луна твердая, луна мягкая. Я, ну, главное, поскольку Александр Дмитриевича спрашивал, а Королев говорил когда-нибудь луна твердая? Он говорит, никогда. Ну, вот где-то он еще по какому-то случаю говорил. Знаете, вот это известное? Да, да, да. А вот когда ему рассказали о том, насколько важно понимать грунт, он организовал огромный мир, где привлек академические институты, университеты, тогда Харьков там участвовал, Санкт-Петербург Москва, по определению возможных физико-механических свойств грунта. То есть, вот для луноходов, да, он не был. Возможно, кто-то там где-то спекулировал какими-то вещами, но чтобы прекратить разговор, он сказал. А здесь этому было посвящено очень много. И, ну, вот вы знаете, да, наш нигде не засел. В общем-то, да, как бы там сложно ему не было, и куда бы там не заезжали, потому что вождение непростое было, конечно. С управлением, говорят, там большая задержка временная была. Временная задержка большая была. 18 секунд, по-моему, задержка. 18-19 секунд. Это очень много, конечно. Ну, времена были. Ну, да, техника еще не такая была. Не такая, потом это же передача сигнала туда, через центр управления. Там задержка, там, в общем, между оператором, и пока поступит на антенну, там большие задержки с проверками. Была 18-19 секунд была задержка. Но дело не в этом. Они присноровились там проехать 3 метра встать. А дело в том, что, ну, очень плохо были различимы все отрицательные препятствия вниз. В частности, они с самого начала заехали в кратер, куда они собирались заехать, потому что его телевидение из-за очень большой контрастности такой, да, оно не позволяло увидеть. Ну, или надо было привыкнуть скорее вот так, да, и там случались разные у них вещи, но он вот отсюда убирался, да. Вот, например, американцы на своем ЛРВ, ну, правда, там у них проще, они, может быть, меньше этому уделяли внимания, они пару раз там засели. Ну, и там было проще, мы шли космонавта, подняли. Ну, астронавт туда перенесли и поехали. А были ли они там вообще? Да были, конечно. Вот тут сейчас споры-то идут, как говорят, были ли они вообще там? Ну, нет, ну, они, безусловно, были, это... Более того, тут даже вот те люди, которые, ну, входили, как называлось, в экипаж, и находок, и занимался исследованием свойств грунта, они же занимались исследованием свойств грунта. По-моему, Луна-17 или 15-е, привезли с Луны, и американцы нам привезли, значит... Пробы грунта. Да, свои пробы грунта, где-то через полгода после первой экспедиции, как раз к ним они привезли, они говорят, грунт один. То есть тогда и наши туда не летали. То есть поэтому, говорит, это безусловно, они там были. Не, ну, вы сами понимаете, такую вещь мы не могли не засечь другие страны, которые за этим следили, и следили так, дай бог, чтобы чего-нибудь у них было, не слава богу, да? Поэтому, нет, были, они, конечно, были. Вот, значит, ну, когда закончилась лунная программа, началась программа, две программы, Марс у нас, да, но Марс тогда развития большого не получил, и Венера. Вот на Венеру мы делали то, как я вам говорил, что, коль мы были ответственны за исследование физико-механических свойств грунта, мы делали пенетрометр, вот он здесь. Он здесь стоял, но сейчас на этой же выставке. Для исследования физико-механических свойств поверхности грунта Венеры, то есть он стоял на аппарате, аппарат, ну, если вы помните эту эпопею, их несколько, Венер там села, и аппарат Вега, когда на комету Галлеи засели. Он стоял на аппарате, когда аппарат садился, когда у него все включалось, он отстегивался, и там, ну, похожий штамп, делал похожие движения, но в плюс к этому мерилась температура грунта, электропроводность грунта. Вот это съемка того, как один из них на Венере отработал. Ну, как всегда, не обошлось без неприятностей. На одном из аппаратов, значит, вот над ним, видите, да, стоит тот, что снимала, телефотометр. Значит, на телефотометре были крышки, при посадке они отстреливались. Они отстреливались, по идее, должны были вниз подбечь. Вот так вот было сделано. А здесь она, почему-то, не знаю, она полетела туда и попал клювом в крышку. То есть стоило лететь на Венеру. Но, ну, бывают накладки, да, значит, все равно там чего-то из этого вытащили, но на остальных все это отработало нормально, они, так сказать, необходимые данные передали. После этого у нас был аппарат ФОБОС. Значит, была программа ФОБОС, когда летело туда два космических аппарата. Значит, задача была провести исследование грунта магнитного поля на, ну, температурного режима, на ФОБОСе. Но на ФОБОСе передвигаться крайне сложно, да, потому что там, дай Бог памяти, 0,0,2G, ускорить свободное нападение, то есть такое средство, оно будет за счет реактивного мута все время взлетать. Ну, да, колесное, там, гусеничное. Ну, невесомость. Ну, там почти, да, то есть это притяжением-то не назовешь. Ну, притягивает, ну, как-то притягивает. Поэтому был придуман вот такой аппарат, который устанавливался на... Вот он стоял на одном из космических аппаратов. При подлете к ФОБОСу он должен был быть сброшен. Вот это вот, как ее мы называли, табуретка, она успокоитель. То есть, когда, чтобы, если его начнет, ну, его начнет хватать как-то, когда он его сбросит, сбросит его там, как получится, вот, он должна успокоить, успокоить, прекратить вот эти прыжки его. А потом за счет своих, вот, там есть такие, распускались усы, маленькие, не толстые проволочки. Он разворачивался и вставал вот в такое, должно сказать, вот такое положение. В этом положении он проводил все измерения грунта. После этого, вот у него здесь такая пита была, он отталкивался от грунта. Он отталкивался, ну, так, немножко под углом, чтобы не туда-сюда, да, перелететь на новое место. Тогда там, он, опять же, конечно, падал как получится. Этими же проволочинами он ставил себя в такое же положение и снова должен был проводить измерения. Ну, вот, там, к сожалению, это была неудачная экспедиция. Один аппарат потеряли довольно быстро на перелете из-за ошибочной команды оператора. А этот оператор, а этот, вот, он уже долетел, уже должно было быть там, вот, через несколько дней, вот этот главный сеанс. Потому что он там много чего делал. Он не только с нами. То есть, он зависал, аппарат зависал на высоте, дай бог памяти, 40-50 метров над поверхностью Фобоса. Он сбрасывал, сбрасывал там постоянную станцию, которая просто вот внедрялась. Ну, то есть, это целая операция, но он после каких-то там маневров не вышел на связь. Ну, ничего не сделать, это его потеряли. А сколько он летел до Фобоса? Ну, это как до Марса, он около 7 месяцев. Около 7 месяцев. Они между 6-7, в зависимости от конкретной, как они называют, баллистики. То есть, раз в 2 года, чуть меньше месяца есть, для того, чтобы запустить аппарат к Марсу. Существующие ракеты-носители позволяют только так. То есть, раз в 2 года можно стартовать к Марсу. И перелет занимает от 6, там, по-моему, до, в принципе, в диапазоне, да, 6, если вообще все удачно, о чем они находятся, и 8, если они находятся неудачно. Они столько летят, а потом делают свои, проводят свои операции. Ну, американцы так же летят. Ну, тут природу не обманешься. Баллистика, она есть баллистика. Ну, это да. Значит, нужно делать какую-то мощнейшую ракету, чтобы она разогнала до другой скорости, потом затормозила. Ну, то есть, это дело будущее. Унижение времени туда полета. Вот. И вот этот фобус, это была у нас тоже такая не совсем удачная работа. Ну, не работа неудачная, неудачное... Исполнение, как говорится. С точки зрения того, что аппарат был потерян. Ну, с другой стороны долетели. А платформы у нас тут нету, да? Ну, потом еще одно... У нас появилось еще одно направление работ, когда началась... Ну, здесь вот на фотографиях мы только сейчас вот на Халканах, да? Когда началась... Ну, после неудачи Фобуса началась довольно большая, обширная, ну, несмотря на то, что мы неудачи, как сказать, никто не застрахован, программа по исследованию Марса. И были намечены два аппарата. Они сначала 1994 и 1996, потом их перенесли в 1996-1998 год. Первый аппарат, это аппарат, который должен был провести очень детальное исследование с орбитой... Это был чисто орбитальный аппарат. Исследование с орбитой поверхности Марса. Там на нем стояло много приборов, и один из комплексов приборов, который там был, назывался Арбус. Это международная операция создавался. Там были инфракрасные камеры, спектрометрические, которые создавали, и стереокамеры для съемки рельефа поверхности с разрешением... Ну, они сначала говорили 3 метра, потом 5. Значит, в том числе, это проводилось для того, чтобы для Марса-1998, где намечался марсоход, выбрать место посадки, ну, потому что место посадки, это довольно вопрос сложный, да? Дело в том, что можно долго-долго лететь, и потом сесть на камень, и... то есть, когда американцы на викингах сели, вот первая посадка, они вот... с Марсом у них хорошо получается, везучие. Они там... в 3-х или 4-х метрах от одного из аппаратов увидели высокий камень. Вот если бы он чуть-чуть, да, туда залетел, он просто бы упал. Поэтому надо находить было места, где посадка совершалась бы гарантированно. Но эта аппаратура, для того, чтобы провести исследование, требовала очень точного наведения и стабилизации на... ну, в том районе, который следует, потому что космический аппарат совершает определенные колебания за счет своей системы управления, да, там... ну, есть свои заморочки у них, потому что аппарат стабилизируется в определенной ориентации, да, так как стабилизировать абсолютно точно нельзя, но он потихонечку уплывает. Но его двигатели это подрабатывает, да, ну, вот он его качает. А здесь эта качка была не допустила. И мы сделали платформу, платформу, стабилизированную платформу, тоже она у нас называлась, ARGUS по названию эксперимента. Вот тут она сфотографирована, но здесь не очень она видна. Хорошо. Вот эта платформа должна была обеспечить точность стабилизации вот этой аппаратуры с погрешностью 4 угловые секунды. 4 угловые секунды, понятно, да, это очень-очень высокая точность. Она была сделана, делали мы ее довольно долго, как раз начались лихие 90-е, это было на марте 96, и надо отдать должное, нам очень помогли в этом немцы. Да, потому что там две камеры было немецких, им было уже проще, чем прекратить работать, доплатить нам, и, ну, чтобы довели проект. А тогда, ну, я не знаю, помните, что-то еще было. Жуть была, одним словом. Да, 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 да. И вот они, значит, последние два года этой работы они нас финансировали, они здесь открыли бюро свое, то есть тут они постоянно присутствовали, ну, то есть деньги дают, они смотрят, как мы тратим. Ну, там нормальные сидели ребята, они все, практически все были из БДР. А, ну, ясно. Они русские знали хорошо, то есть, ну, кстати, там был, в частности, товарищ Калитий, сейчас представитель ЕСА в России. Такое время пишет, вот он тогда был очень... Общался я с такими людьми. Да, они здесь за нами наблюдали, но зато и мы спокойно работали, потому что не было вопросов сфинансирования. Плазбору мы это довели, они немцы подписали, что мы довели. То есть там... Ну, если немцы, как говорится, то, значит, действительно довели. Со всей их милицкой педагогичностью все это. Хоть и из БДР, но... Ну, такие вот они. Довели, но Марш-96, там неприятности произошли при выводе на марсианскую орбиту, разгонный блок, что-то здесь случилось. В общем, он никуда не улетел. А так у нас намечался после Марса-96, вот на Марс-98, аппарат по типу этого. Не совсем такой, побольше, но идеологически вот такой же, ломающаяся рама, так сказать, пара колес на одной оси, между собой соединенные качелищи сети. И здесь вот привода шагания, когда привода, которые позволяют каждой паре колес двигаться, независимо от остальных. То есть вот эти могут стоять, а это двигается. Потом вот это подтягивается, потом вот это. Ну, походки можно там придумать. А тут только независимая пара именно. Да. А отдельно колеса, они все-таки зависимы от друг друга. То есть у них, я смотрю, это как... Нет, вращение у каждого независимо. У каждого свой электрический припит. И вращение для движения вперед, оно осуществляется только для этого колеса. Тут нету там дифференциала, здесь мотор-колеса. Ну, ось одна у них, я смотрю. Ну, они стоят на одной оси. Да, на одной оси. А был тогда, он тот побольше, там была довольно амбициозная программа, потому что всех интересуют полюса, а на полюс, там где полюса, там горы. Туда очень тяжело посадить, ну, из-за этих самых проблем, тяжелый аппарат посадить достаточно сложно, потому что он попадет на склон и укатится. Да, вся страна делала, семья селили, а всего лишь на склон сели и потеряли аппарат. А то, что садились на Луну, то, что американцы садились на Марс, это посадка в мячике, да, так? Ну, видели все, да? Да, да, да. Резиновая сфера, она там попрыгает, остановится, первые шнуры, ее разрежут где надо и машина едет. А он был аппарат довольно тяжелый, и мы приняли решение, что он будет садиться в равнинах и до полюса ему надо доехать. Это около тысячи километров. Вот была такая, стояла такая задача, у нас все стояли на ушах, потому что надо найти материалы подобрать, этот ресурс надо же подтверждать. Да, это же какая надежность должна быть. Да, да, да. То есть это такая была задача непроста. Я не знаю, конечно, мы бы сейчас говорим, он доехал бы, это, конечно, чего было бы на самом деле. Но они в результате вот этой неудачи с Марсом 96 программа Марс 98 была закрыта. Ну, тогда, опять же, в те времена началось, а сколько можно было бы что построить на эти деньги, ну, конечно, это не дешевое удовольствие. Да, космос это дорогое удовольствие. Удовольствие не дешевое, и поэтому, в общем, короче, она была в результате закрыта, и работы по марсоходам нашим с тех пор закончились и пока больше не возобновлялись. Сейчас идут разговоры о луноходах, но пока так на уровне, а надо бы начинать. Понятно. Но это уже было три. Если не четыре, надо бы начинать, дай бог, чтобы это какого... было финансирование. Конечно, потому что сегодня идет достаточно сложно. Да, и лунная программа, и восстановление того, что потеряли, идет довольно сложно. Ну, вроде бы американцы с нами с космосом-то сотрудничают. это энергия, арбитальным полетам. Это энергия, которая тоже очень, ну, надо сказать, не повезло, не повезло, они это, конечно, заслужили, но очень помогло сотрудничество с Соединенными Штатами со станцией мир и по ЛКС. Да, то есть, это вот там были государственные обязательства государства перед государством, поэтому там хорошо ли, плохо ли, и все равно все. А вот вопрос такой. Если бы не умер Королев, царство ему небесное, как вы думаете, мы бы посетили бы Луну? Ну, не знаю. Ну, что ты можешь сказать? Он, конечно, обладал определенной харизмой и умением пробивать проекты наверху. Да, и даже если бы мы американцам проиграли от первого власти, я думаю, что он предыдует, что он пробил какую-то программу, которая была бы связана с тем, чтобы человек там оказался. Ну, тяжело сказать, конечно, что там было. Американцы благодаря Вернеру фон Брауну, как говорится, все-таки свою ракетную технику довели. Они у них этот самый Сатум-5Т. Да, он появился раньше. Мэн-1 не доводить не стали особо. Да, говорят, ее так и не довели. Не довели. Последняя, когда взорвалась, предлагали, там остались еще две штуки, но она взорвалась уже там, на 180-й секунде должна первая статья не делиться, она взорвалась на 160-й. То есть, там много чего-то сделали. Предложили это, им отказались, ни к чему. Понятно. Вот, а Королев тяжело сказать. Ну, личность действительно там был, как говорится, и к нему прислушивались, это как у... Это очень важно уметь доказать. Да. Можно говорить великие истины, но если говоришь, нет у тебя этой хоризмы, ну, это... Нам повезло, как говорится, что у нас был Королев. Людей не дает время. не был бы Королев, был бы янгер. Он бы тоже. Ну, условно. Он тоже был человек непростой, да, и все военные ракеты. И Глушко, это как у... У них же, это как у с Королевым, это соперничество, чуть ли они... Это как у... Уровень, недолюбливали друг друга. Я не знаю. Это сейчас, знаете, вот эти все эти кино, особенно американцы, я не знаю, они же все очень долго работали вместе. Ну, как мне на энергии говорили, но на энергии, когда пришел в Глушко, много людей Королева угодно. Правда, мы работали с людьми, которые работали с Королевым и с Глушко, да. Они говорили, что до определенного они были не разлива, Между ними пробежала большая... Ну, собака пробежала, когда началась вот лунная гонадия, где-то. Глушко предлагала одни двигатели, а Королев хотел бы у Глушко предложил, что те двигатели, которые Королев в эти сроки сделали зря. Да, ведь самое главное это для космического корабля это двигатель. Ну, для ракет. Да. Причем он отвергал тогда кислородоводородные двигатели, а энергия, энергия же. У Глушко главный конструктор, везде кислородоводородные то есть, она более экологически безопасна. Ну, в общем, да. А там гептилы-то... Гептилы-то шпиртельный яд, как говорится. Ну, поэтому на гептиле были двигатели, которые существенно выше... у них энергоемкость, как говорится, у этого топлива. Кислородоводородов больше. Больше? Да, но это же надо все ведь добиться. Это же взрыв. Кислород с обородом на гремучей смеси. То есть, это практически надо научиться управлять взрывом в танке. Да, сейчас первый танк в 20-м году. В декабре в 20-м году за свободу товарищ Ленин. Ну, так это же как копия Рено. 2-го декабря 30-го августа 2020-го года. 30-го августа? Да. Вышел первый танк советского производства.